С 8 по 13 июля в городе Нововоронеж, Воронежской области пройдут финальные соревнования всероссийских летних сельских спортивных игр. В этом году они состоятся в 10-й раз. Делегацию Чувашии представят 39 сельчан-спортсменов в 17 видах спорта. Сегодня их провожали на соревнования. Пожелала спортсменам удачи и наша съемочная группа. В соревнованиях в Воронежской области примут участие более 2,5 тысячи спортсменов из 67 регионов Российской Федерации. Среди 17 видов игр обязательными являются состязания среди дойеров, косарей и механизаторов. Некоторые спортсмены из Чувашии испытывают свои силы на соревнованиях не в первый раз. Жительница Иршипасинского сельского поселения из Вурнарского района Галина Павлова поедет на игры уже в 10-й раз. На летних я раньше участвовала как многоборья, потом появился такой вид косарей. И я начала участвовать, начали выигрывать республику косарями и начали выступать на соревнованиях косарей. Я думаю, вот эти сельские игры, они очень нужны для сельских спортсменов, потому что сельские спортсмены не только дуют, не только косят, и бегают, и прыгают. Уникальность сельских летних игр в том, что в них участвуют спортсмены из сельской местности. А многие виды состязаний для участников – знакомый вид деятельности, которым они занимаются практически ежедневно. Аккуратно и безошибочно преодолеть дистанцию на тракторе, качественно скосить траву. Есть на сельских играх и чисто спортивные дисциплины, например, соревнования спортивных семей. Участвуем первый год на сельских соревнованиях, летних олимпийских играх сельских. А до этого участвовали два года подряд на республиканских соревнованиях сельских. В первом году мы заняли второе место, а в этом году первое место. Там мы участвовали в таких видах, как бег, эстафета левкоатлетическая, дартс, настольный теннис. Победители и призеры всероссийских сельских игр смогут принять участие в составе сборной России уже в международных спортивных играх 2014 года государства участников Содружества независимых государств. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика.